Я сейчас попрекал, и на этом, наверное, всё на сегодня. Но я не могу иначе. Дело в том, что это я один снимочек, я взял его, выбрал почему. Это узелок на память. Мы сейчас залезем ко мне в этот, где я фотографировал её видеофильм по наитию. То есть щёлкал, щёлкал, потому как она у вас правильно щёлкала. Человек, который, опять же, не имеет своего сада, который считает себя специалистом, у которого достаточно, чтобы такую схему нарисовать, крупное дерево, крупное, а потом посередине мелкое, которое, кстати, делать ему нечего, загуститься. Но это ладно. Лекция Татьяны Беляковой, часть первая. Кто она такая? Ну, судя по этому, ну, где-то на уровне аспиранта, там, доцента, и то вряд ли. У неё ссылка на свой дачный сад. Скорее всего, те, кто экспертом себя называет. Ой, хоть бы она увидела то, что как я сейчас буду над ней издеваться. Но я уже не могу иначе-то. Вот. Разве можно так поступать, так делать? Сейчас я вам покажу, как с нас делают дураков. Вот это особая папка. Особая папка. Здесь столько собрано дури. Дурной дури. Дурной. Дурнейшие не бывает. Вот одну из них я вас сейчас познакомлю. Она никогда даже... Она даже не понимает, что она говорит. Смотрите. Вот. Для начала давайте сравнить. Вот. Я, допустим, вначале... Это просто наболело, да? Вот это меня пригласили выступить. Людям давали гранты на озеленение города. Приехало телевидение. Меня попросили выступить, ну, как... Ну, местный авторитет. Вот. Я их ничего не пытался продать, там, саженцы. Я просто это... Им давали гранты на озеленение города. Ладно. Вот. Сейчас смотрите. Я... Как я красиво говорил. Как я замечательно говорил. И вот эти 20 минут, что я говорил, превратились в несколько секунд в новостях местного телевидения. То есть этого никто не увидел. Ладно. А теперь откуда они берутся вот эти? Видели вот это вот? Еще раз посмотрели. Посмотрим. Итак. Это ролик, который я фотографировал через несколько секунд. Итак. Нужно в любой ситуации все цветы оборвать. Вот. Я уже вам говорил, руки надо обрывать. Сколько бы ни было цветков, столько пусть будет. Не наше дело туда лезть. Вот. Но это вопрос спорный. Оборвать. Она не понимает, что такое плодушка, что такое раны, когда цветы отрываешь. Ей просто это не понять. Это... Ну... Чтобы быстрее открыл дверь на мороз. Чтобы холодный воздух не попадал в дом. Кошкам рубили ход, чтобы они быстрее проскакивали вот этот самый дверной проем. Это считалось самым смешным анекдотом. Вот. Вот это примерно то же самое. Ну, там анекдот, а это жизненная правда. Смотрите дальше. Ободрали. Одно должно работать на корне первый год. Обратите внимание, какие сейчас будут термины. Я вначале думал, что нам подсунули умную аспирантку там или доцента. Смотрите. Ерунду и сдохнет, скотина, даже если прижилась. Вы представляете? Вот эти термины. А она лекцию читает. У нее эти самые, уже на этот момент десятки тысяч просмотров. Она лекцию читает. Я больше чем уверен, что она как минимум имеет образование. Судорчика. Повторяю. И сдохнет, скотина, даже если прижилась. Вот. Я считал, что круче моих термина уже нет. Вспомните дебильные посадки, дебильная обрезка, дебильные прививки. Вот. Нет. Сдохнет, скотина. Она меня это буквально за пояс заткнула. От трех начинается идеальный иммунитет. Первый раз, единственное, я услышал в этом ролике, в этой лекции, что чем больше деревьев, тем больше иммунитет. Хух. Спасибо на том, как и зачем все-таки деревьев, сад хотел бы знать. Мы идем дальше. Первые годы вообще желательно. Какой-нибудь калий. Ну, это и уровень. Какой-нибудь. Это и уровень. То есть, все-таки это любитель. Где-то слышал от чего-то. Какой-нибудь калий, какой-нибудь фосфор. Пока деревце молодой, пока мы не даем им плодоносить. Не даем. Ну, понятно, обрываем цветы. Прирос, окреп. Смотрите дальше. Стрижками и подрезками и всем остальным. Вот начинается калечение деревьев. Ну, уже прижилось. Сейчас уже все. Ну, уже цветы обрывали. Ну, куда дальше? А дальше, оказывается, что косить лишнее движение. То есть, она нам показывает. Вот так она держит готовую косилку. И что это лишнее движение, ее совершенно ненужное движение. Они трудоемкие, невероятно. Кстати, несколько секунд требуется. А оказывается, то надо было не косить. Это труднейшая работа косить. А? Кружочек чудненький, взрыхленный замещение. А вы знаете, вот этот взрыхленный кружочек надо за лето раз пять взрыхлевать, нет? Получается, вместо дерна нам советуют вот этот взрыхленный кружочек. Напоминаю, как ее звать-то? Белякова. Запомните, вас бы тоже снова за парту посадить. У вас наверняка все-таки было какое-то образование. Иначе бы не полезли бы сюда с лекцией. Вот. Запоминайте. Дерн. Это. Дом для нижней части дерева. До корней, которых вы вспоминали. Его нельзя орыхлить. Это вторая линия обороны. От кого? Вспоминайте. От Морозов. Вы кому лекцию читаете? Людям, которые наверняка живут по всей России. Кружочек чудненький. Не, ну термин, ну куда мне до нее? Чудесненький, взрыхленненький. Кружочек. Господи. Часть является штампом. Теперь смотрите. К чему клонится? Минуточку. Не жалейте при посадке молодого цаада. Сейчас поймете. Ветка какая-нибудь кривая, косая. Но появляется где-то. Еще не поняли? 25 сантиметров от земли. То есть. Ну сейчас. Кому надо, тот уже понимает. Она первая. Хорошо, если 50 сантиметров. То есть вы поняли. Все, что ниже 50 сантиметров, надо что сделать? Отрезать. А почему? Смотрите. Мы должны ее сохранить. Нет. Ну, это она с иронией говорит. Мы должны ее сохранить. Мы должны возле нее прыгать. Это не просто надо. Нет. Не надо. Это и железу, говорит, надо сохранить. Нет. Мы не должны ее. Мы что, прыгать возле нее должны? Потом возникает вопрос с прессорным кругом. То есть. Это. Смотрите дальше. Тут еще муж, который попытался подсеять. И газонокосилка. И оказывается, для него это неподъемная работа. И ветку переломали. А вы пытаетесь эту ветку. Это я пытаюсь, кстати. Эту ветку сохранить. Подвязать. Подпереть. То есть она убедила аудиторию. Там уже больше 10 тысяч человек. А может уже 20. А может 50 тысяч. Она убедила аудиторию, что ветка, которая. Вот это уровень. Ладно бы там науки. Это еще можно понять. Там можно запутаться в терминах как-то в науке. Но здесь привести такие примеры. Что ветка расположена на высоте 25 сантиметров. Любая ветка ниже 50. Так мешает. Что ее еще и сохранять, не дай бог. Подвязать, не дай бог. Подпереть, не дай бог. Куда-нибудь заправить. Ее надо уничтожить. Вот эти термины идиотские. Вот это все, что она придумала. Это оказывается, муж ее переломал. А мы ее пытаемся спасти. Да ее сразу отрезать нахрен надо. Вот это ее термины. И чтобы спину поберечь. Почему? Правильно. Сделали высокий штамп. А если дерево еще почему-то не умерло. Конечно, легче ходить под ним. Собирать плоды. Только откуда они плоды-то будут. Если же там ветки. Ну, то все, что вы уже видели. Но она у нас одна. Вот это. Я в жизни такого глупости не видел. Что вот эти вот примеры. У меня, когда персики заплодоносили первый год. А деревья были неизненькие еще. А прививки у земли. Я клянусь Богом. Я не становился на колени. Не. Я ложился на живот. И подползал под него. Подползал. У меня свидетель есть. Главный редактор. Фазенды. Я, чтобы доставать оттуда персики. Они, это. Я ползал. Но они были. А если бы я сделал бы штамп полметра, метр. У меня бы не было ни одного персика. И спина была бы целая. Вот это термины. Еще. Еще глупость. Если у вас штамп опять же грибам меньше. То есть получается как? Изувечили, раны. А это грибы не полезут. Нет. Они не полезут. А вот если мы сделаем низкий штамп. Но без этих. С ветками. Но без раны. Тут оказывается грибам раздолье. Какой-то термин есть. Логика какая. Там действительно. Если я сохраним 25 сантиметров землеветку. Которую она приговорила. Вот. Там будет меньше проветривания. Ну а если бы она хотя бы слово сказала. Обратите внимание. Видите вот ее схема. Вот она поменяла тот. Из интернета. С рамзерный. Вот смотрите. Вы видите тут какой-нибудь этот. Как он называется? Холм. Нету. Холм-то и нужен для проветривания. Одна из целей холма. Проветривание. И тогда не надо колесить. И вот тут. Вот тут. Вот ветки должны быть. Вот тут. На холме. Но вот тут. И не будет никаких этих самых. Ну. Человек абсолютно ничего не понимает. Подыматься. Сложнее подыматься. Долго это. Если будет искалеченный штамп. Грибам вверх подыматься. Вы хоть представляете. Как грибы подымаются. Я вам сейчас покажу. Сейчас покажу. Хотя бы 80. Хотя бы. То есть 80 и выше. Допустим метр. Вот она это. Научила. Обрезали. Штамп опять же обсудили. Приговорили вы не обсудили. Какое не. Основные скелетные ветки. В идеале должны быть направлены. Ну и пошла учить. Опять эти ветки неправильно убираем. В молодом возрасте. При первых обрезках. Перенаправлены. Ну мы уже проходили. Вы посмотрите сколько у нее эспрессия какая. Две ветки в одном направлении. Ой какой ужас. Какой ужас. Бедное дерево. Либо одна либо другая будет более убогая. Еще один термин. Ну там хоть ладно там. Говорили менее развитые там. Более тонкие. А еще один термин. Убогая. И давай ее уничтожать. А сколько экспрессии. Обратите внимание. Питать две. Да вы что. И вот смотрите. Заканчивая с ней. Как. Вот это тоже с ее комментарией. Давайте посмотрим как комментарии. Вот она научила. Может быть уже время прошло. Ну может 10, может 20 тысяч человек научила. Убивать деревья. Подчеркиваю. Класс. Смотрела первый раз. Просто в восторге от Лектора. Лектора действительно в восторге. Он сыграл роль такую. Вот. Правда. Ну если бы она пародию бы. Я бы еще понял. Я же тоже мог бы вот так вот. Ну как пародия. Чтобы люди смеялись. Когда она говорит. Что. Две ветки. Надо одну уничтожить. Это вот пожалуйста. То есть. Вот это. Лященка Мария. Бедная. Она всю жизнь теперь будет калечить. А вот это. Мне понравилось. Это знаете. Как. Такой. Кучок. Который. Как она махала руками. Посмотрел. Ему не понравилось. Лекция. Устная. Систематическая. И последовательное. Изложение материала. По методу. Теме вопроса. То есть. Она действительно. Не потянула. Не на. Учебную лекцию. То есть. Вот ее. Серьезный. Человек. Ученый. Как бы сказать. Такой. Последовательно. Фактически. Отчитал. Что то. Что она читает. Это не лекция. Это и дети. Ну. Понимаете. А где следующая часть лекции. А там. Помните. Была часть номер один. То есть. Человеку Матрёне. Тоже надо учиться. Убивать. Дерево. А мне тяжело было слушать. Вот она. Елена Машкова. Но она. Другого типа. Не значит. Что она считает. Что. Та калечит. Та дама калечит. Дерево. Нет. Мне тоже. Многим тяжело слушать. Это. Мы с ней. Вот. С этой. Вот. Это мы. Одна. Два собака пары. Только. Она. Бред несет. Эмоционально. А я стараюсь это. Ладно. Смотрим дальше. Что тут еще. Татьяна. Вы класс. Хорошо знаешь. О чем говоришь. И хорошо. Если бы она хоть знала. О чем говорит. Спасибо. Прочтите. Вот это вот. Прочтите подробную лекцию. О разряженной ярусной. Формировании яблони. Ищет. Тут еще страшнее. Если прочтет. Ну и все. Вот такое вот. Поняли. Да. Теперь. Значит. Это мы с вами уже проходили. Это как бы. Вы поняли. Да. Откуда что берется. Это я специально повторил. Вот. Проходили. 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 Вот. Это. Ну та отдельная папочка. Теперь возвращаемся на место. И мы скоро закончим. Итак. Это была фотография. Памятка. Еще раз. Ее беда в том. Что я увидел вот эту фотографию. Которую она слемзила с интернета. И она слемзила. В том числе. И она. Вспомните. Та самая. Которая. Миллион просмотров. Тоже слемзила. Вот. Это их уровень. А ты вырасти то. Что ты наговорила. И посмотри. Что у тебя получится. Вот она. Правда страшная. Эту снимок вы уже видели. Я вам показывал. Вот это вот и есть. Обрезка на кольцо. А она про грибы. Которые. По изувеченному дереву. Они вверх не полезут. Грибы. Это так знать о грибах. Это даже в детском садике. Уж лучше тогда не знать ничего. Чем говорить. Что грибы полезут. По изувеченному штамбу. Не так. Не полезут. По изувеченному штамбу. А если на штамбе. Будут ветки ниже. То обязательно. Вот где грибы. А как тебя там зовут. Господи. Возвращаться не охота. Сколько вреда. От таких как ты. Ну. А вот она этот. Грибы. Которые вспоминайте. Давайте рассмотрим. Это один из моих. Классических рисунков. Сосед уничтожал сад. Который. Ну. Он его сперриобрезал. Вот как она учит. А сад погиб. А он. Это. Распиливал потом. На дрова. Свой сад. А я. Это. Представляете. Какая. Итак. Вот это. Гриб. Трутовик. А на самом деле. Ну. Извините за нудную лекцию. Но и скоро закончим. Вот он. Гриб. Трутовик. Вот он. Вот он. А это его. Внешнее проявление. Ну. Как сказать. Это как. Цветок. Даже так можно назвать. Да. Даже да. Это. Это внешнее его тело. Внешнее проявление. Теперь так. Человек взял. Обрезал. Вот обрезка. Рану я. Срез я сделал поперек раны. Вот рана. Вот мертвое дерево. Смотрим. Что мы видим. Во-первых. Залезло. Так как вот эта часть была срезана. Значит. Здесь повышенная возможность для умертвления древесины. Полезло сюда мороз. Так. А замертвлением полезли грибы. И сюда. Сюда даже больше. Да. Видите. Вот. Вот эта вот самая. Отрезанная ветка. Дала возможность. Убить дерево. В следующем году. Оно начало умирать от мороза. В 120 раз говорю. Ребята. Не верьте никому. Не жрут грибы. Здоровые ни одну из миллиардов и триллионов. Их триллионы триллионов этих самых клеток. Ни одну живую здоровую клетку. Ни один гриб не съел. На всей планете. На всех триллионах деревьев. Не съел ни одну. Он ест только то, что умерло. И является переработчиком. Это наш главный помощь. Даже вот этот гриб. Кто-то скажет. Гриб сожрал дерево. Это садовод. То есть уничтожил дерево. Это садовод уничтожил дерево. Вот это вот. Когда-то. Вот этот снимок. Он должен войти в энциклопедии. Он должен войти в учебники. Вот так это было. И вот когда вот это сожрал. Видите вот этот щель. Это как пробито оборона дерева. Он тут. Вот смотрите. Здесь здоровая. Была здоровая кора. Камби. Все. Здесь гриб не полез. Здесь даже древесина целая. Самое слабое место всегда середка. Ему меньше питательных веществ достается. Оно первое начинает погибать. Казалось бы мороз должен сверху дерево уничтожать. А как уничтожать селедку? Правильно. Вы сюда пустили мороз. Мороз уничтожил ткань живую. И грибы ее начали перерабатывать. Гриб так хорошо устроился. Это вообще чудо. Вот он. И не болейте причину на него. Он дожирает то, что вы убили. А Платонова, Ганечкина. А? Вот это, как она помирит ее? Господи. Который миллион просмотров. Ладно. Не буду уже возвращаться. Это попутно. Потому что, когда Платонова с Ганечкиной еще учила. Вы понимаете? Этого делать не надо уже потому, что вы ослабляете иммунитет дерева. И вы уменьшаете его морозы. Ну, уже грибы. Уже больное дерево. Вы его искалечили. Ну, оставьте его сейчас-то в покое. Тот, кто думает, что если сейчас вот этот хозяин бы, чуть раньше бы, когда убивал дерево, отрезал бы вот этот бы гриб. Вот так вот взял бы, да? Это гриб. И это гриб, кстати. И это тоже грибы. Запомните. Мхи, грибы, лишайники. Самые древние жители. А вы от них избавиться хотите? Ага, сейчас. Вот это еще одна дурь. Да еще щетка металлическая. У меня умеет... А, ладно, боюсь повторяться. Вот. А это опять все та же. Смотрите. Вероника Парюкина. И вот эту. Может быть, она рекламировала эти... Как они называются? Эти... Ммм... Ножовки. Ну, нахрена дерево того убивать-то? Ну... И ведь это с таким умным видом. Это все тоже. Все, она же... Это так слову пришлось. Вот. Еще раз говорю. Одумайтесь. Вот этот питомник. Почему я второй раз разместил это? Сейчас увидите. Потому что они так научились улучшать деревья, что им пришлось мою фотографию. Еще я... Ну, ладно, там видели, там проходимцы. Накупят импорт, ставят мои фотографии. Их таких уже мы... Вторую сотню перевалило. Вы знаете, каждый раз преподношу, да? Такое впечатление, что все питомники мои фотографии почти все украли. Но как темирязевцы могли... Вот объясните мне, господа темирязевцы. Там работает та самая дама, которая считается ведущей абрикосовод России. Ну, где ваши фотографии? Где ваши? Вот взяли, свою вставили. Ну, как можно было? Да еще не просто взять. Там же подняли... Вот, если вы возьмете, наберете, она повторяется раз в 50. То есть ее украли раз в 50. Ну, где-то 40-45 раз написано так, как у меня. Серафим. Напишешь Серафим, тут легко догадаться. Там наберешь, оказывается, железо. Взяли, переносил... Успех! Где ваши абрикосы? А я вам скажу, где. Вот. Смотрите еще раз. Вот это вот. Я ничего не напутал с этим. Вот. Вот это вот самое, как это называется. А это? Ничего я не напутал. Ничего я своих не добавил своих. Вот. Когда вы вот так вот работаете, вы учите всю страну, научили так, что у людей нету не только... все абрикосов. Но вам пришлось еще и фотографии воровать. Вот. А за вами, за вами, вот эти вот самые. Кто-то думает, что Платонова садовод, она уничтожила всю ветку. Все-все. Она прочитала об этом. Прочитала. У нее не может быть сады, потому что она же... Дерево абсолютно больное. Оно покрыто хом до самых верхушек. Это ж надо видеть. Я же фотографировал все это, с фильма. И на наших глазах она... Она стояла вот так. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. И зубрежка. Отрезаем ветки вверх, разрезаем ветки вниз, отрезаем ветки внутрь, отрезаем... Вот. Вот это вот получилась такая цепочка целая. А потом... Кто размножает всю эту гадость? Агрономическая... Агрономически правильно считается обрезка деревьев? Что правильно? Ранесеннее время. Когда еще не началось срокодвижение. Или позднее осеннее. И вот эта вот подлость, предательство и преступление. Позднее осеннее время к дереву подходить нельзя. А почему 300 тысяч экземпляров? 300 тысяч минимум человек вот это прочитало. Потому что надо было этому журналу представить на хозяйстве заработать. И оно уже нашло позднее осеннее время, раннее осеннее время, еще зимнее время, летнее время. И везде вот это вот... Для того, чтобы продать флакон, вот, журналу заплатила вот эта фирма, так? Она не просто заплатила. Она взяла, взяла и сочинила якобы вот эту вот самую рекламную статью. И сюда вставила самая подлая вещь на свете. И так, я три таких уже обнаружил, а я всего-то там два десятка журналов открывал. Три таких. Для того, чтобы они продали Живицу, для того, чтобы за рекламу заплатили журналу, журнал, который прекрасно знает Железова, который ненавидит его, который единственный вступил со мной в открытую полемику, который на сайте изобрел другого Железа, то есть в моей фотографии, в моей фамилии совсем другой человек, а может быть этот же псевдо, как он, модератор, изгорелся надо мной. Такие фразы вставлял, а народ, тысячи людей смотрели, это же Железа, это не Железа, это не может быть Железа. И все, кто писали, что это не Железа, их вычеркивали, их ликвидировали. А те, кто надо мной издевались в ответ, что он с ума сошел, это идиотизм. Мы-то думали, что ты Железа, а ты, оказывается, идет какой-то. А это оставляли. А я еще раз говорю, у нас с вами идет война, не подковерная, нет. Вы написали, для того, чтобы заработать серебряники, вы разместили вот эту рекламу, чтобы они продали, вы получили за эту рекламу деньги, а 300 тысяч человек будут в позднее осеннее время резать. И только уже порезав, тогда и замазывать-то надо, логически. Ну ладно, барана естественная была бы, ну облом бы, ну вот этим бы живицей бы. Ну ладно, хотя и против этого, можно было бы и солнечные ожоги замазывать, можно было бы и эти, как они называются, эти самые, мразобойные можно было бы. Но специально калечить деревья, обрезка позднее осеннее время, только для того, подлость такая, чтобы взяли люди и это, спираясь калечили дерево, купили живицу, их замазывать. Ну, если бы польза была бы вот эти осенние обрезки, ну какая польза, раны перед морозами. Агроном стахнёв. Какой ты нахрен агроном стахнёв? Ты предатель. И вот тогда помните опять, чтобы не было грустно, ещё раз говорю, это не порнография, это центральная библиотека я взял почитать. Вот. И вот когда я вот это вот калаш такой сделал, это тоже когда-то войдёт в эти самые, что если вы будете делать вот такие раны, простите за такой смелый снимок, вот такие раны, у вас будет такая же голая задница. Потому что у вас не будет ни сада, ничего. И здоровья не будет. 15 обработок, это повторять импортный опыт. Да вы посадите деревья на сенцевые подвои. Не калечьте их. И не надо будет вообще ли это никаких обработок. Я уже забыл, в каком году я покупал. Когда-то им тавир покупал. Калечил, как и вы. Каратэ покупал. А-ла-ла-ла. А-ла-ла-тар покупал. Уже забыл, что сейчас в ходу. Вот. Ну что я скажу. Дальше я бы хотел рассказать о наших планах. Сергей Александрович Савинич. Вот. Красноярский вот такой виноград. Но, моё время истекло. Вот. Жалко. А вот это ещё один член нашей группы. Я уже вам показал её. Завтра будут съёмки. Знаете, какие? Если все трое будут это. Мы будем делать рамки с нуля. С обыкновенных электродов. Вот. Мы будем находить геопатогенные зоны. И Марина будет всё это снимать. А я повторю. Придёт время. И если... Да нет, вернее так. Пункт первый. Рамки биологические войдут в обязательное обучение каждого студента. Да. Потому что биологические рамки это не только здоровый сад. Это ещё и квартира, и дом, и ещё кровать, которая в геопатогенной зоне кроме рака ничего не даёт. Люди умирают, даже не догадываясь, что это... Знаете... Ой... Ой... Жалко. Некогда мне отвлекаться. Вот это будут съёмки в ближайшее время. Вот. Спасибо, что нашлась вот такая смелая женщина, которая сказала, я буду снимать всё. Ну что, друзья. Два часа двадцать минут. Я вас прошу дать нам несколько минут. Нет, это я вам даю несколько минут передохнуть. Кому-то спать. пора. Вот. Ох, я Тимошкину фотографию не показал. Тимошка, ты пролетаешь. Или... А вот же он. Думаю, что-то не хватает. Тимофей, смотри. Тебя видно, нет на экране? Поближе к моей голове. Вот. Узнаешь? Это Тимофей посадил чёрный абрикос. Случайно нашёл. Прил, забыл. По деревам рос, не рос. Стопроцентная тень. Говорю, Тимоша, бери-то. Всё сам сделал. Да я вам уже показывал. Все операции делал. Вплоть до обрезки. Вот это вот. Вот. О, это уже другая сила. Случайно люди у меня собирают лишние вот эти. Только потому, что там ведро что может, а может 200. Ну, как случайно. Хуторяне проезжали мимо. Константинович, можно. Да, ради Бога. Вот. А вот это вот, за это ведро Тимошка 100 рублей заработал, вспомнили. Было? Да. Вот. Это королевские, роскошные. А на втором плане кто косил? Я. А кто поверит? Сколько я тебе заплатил за это, за полчаса работы? 100 рублей. Ещё 100 рублей. Что ты сделал с этими деньгами? Потратил, по-моему. Нет, ты скажи, на что потратил? Зоопарк. Забыл. Ну, всё, друзья, мы с Тимошкой пойдём на кухню. Сейчас, может, он уже проголодался. Через 5 минут встречаемся. Я надеюсь, Антон Валерьевич сейчас возьмёт и покажет ваши вопросы наболевшие. Кстати, вот это, это, это процедура очересневения вишни вот. Ну, здорово же, да? Всё, молчу, молчу, молчу. Вот. А дальше, а дальше мы с вами будем, дальше мы с вами будем отвечать на вопрос Тимошу последний на кухню кормить буду. Первые 5 минут. Чему приводит прививка жёлтой черешки к вишне? Пожила 2 года, вот, ни одного плода я не попробовал и умерла. А вишня заразилась, а доказательства вот они, пожалуйста, скажите, что я их красил в жёлтый цвет. А для я думаю, очень интересно, причём уже всё, уже всё в моём саду так поперепутано. Вот, хотите получить вишню из черешни? Пожалуйста. Хотите получить черешу из вишни? Пожалуйста. Вот, что угодно. косточки из моего сада обладают уникальной способностью к, назовём это, знаете, какое слово сейчас придумаю? Трансформации, да, может быть, новый термин ввести, сорта трансформеры. Вот, понимаете, сколько раз я читал вот эти предостережения, я надеюсь, меня сейчас слышно, пока идёт перестройка тут, вот эти вот предостережения о том, что ох, нельзя дикарей рядом с культурными садить. Ну, вот согласитесь, что я ничего не преувеличиваю, что это как бы одно из основополучий. Ну, что дикарей садить рядом с культурными? Опылят всё, что потом, что будет? У меня половина сада, треть сада дикарей, треть сада полукультурных, треть сада культурных. Ещё какое-то количество суперштарей. Ну, и что? Я у меня вот одно из тех с фотографией, я его не прокомментировал. Видели там, ну, треть сада дикарей, треть сада полукультурных, треть сада культурных. Так, я пока замолкаю, видимо, что-то я не поподговорю. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!»